Здравствуйте! Это видео посвящено знаменитой туалетной воде дома Жанна Кутюрье Кориандр. Дом этот был основан непосредственно самим Жанном Кутюрье и его супругой парфюмером Жаклин Кутюрье в 1972 году. Кориандр появился годом позже и он стал первым ароматом компании, знаменитейшим ароматом, хитом, который по сей день производится. У меня, например, новое издание, но лично моя встреча с Кориандром состоялась, наверное, слишком рано. Я была ребенком в раннем детстве, кто-то из взрослых мне подарил маленький флакончик Кориандра, такую мини-версию. Сейчас я не знаю уже, как, нет возможности установить историю того, откуда появился в семье этот флакончик Духов, почему он не прижился, почему не был востребован. Возможно, винтажная версия отличалась от современной, о которой я расскажу. И просто не понравился этот запах взрослым. Мне отдали его в качестве игрушки. Он был очень красивый, маленький кубик из матового стекла с крышкой пластиковой, зеленого цвета, который также, вот как книжечка картонная, имитировала узором малахит. Не помню я судьбу этого флакончика, сейчас было бы очень интересно его найти. Но помню, что сам запах, если открутить крышечку и понюхать, мне не нравился. Он был резкий, горько травянистый, специй, я тогда еще не знала, что такое это специи. Я помню, что я спросила у родителей, а что вообще такое кориандр. Мне сказали, что это такая специя, растение такое. Я всегда решила, что кориандр это что-то очень нехорошее, с чем лучше не иметь дело. И как ни странно, но я до сих пор избегаю кориандра и кулинарии, где бы то ни было, и ароматы с ноты кориандра. Я стараюсь их обходить стороной, вот что-то у меня такая предвзятость с тех самых пор, с того самого флакончика туалетной воды, кориандра от Жанны Кутюрье осталась. Но изначально этот аромат Жаклин Кутюрье хотела посвятить своей матери. Она вдохновлялась теми духами, которые пользовалась ее мать. Его хотела создать такой какой-то аромат, который бы ей напоминал о ее детстве, о ее матери, о ароматах, которыми она пользовалась, какой-то такой вот сборный аромат, воспоминания. Ей помогали в создании кориандра также Жан-Луис Сьюзак, который разрабатывал такие известные ароматы, как Фаренгейт и Дюна для Диор, Опсуму и Сен-Лорана. И принимал участие в создании кориандра, даже Ра Цельтель, это был парфюмер, который отвечал, в принципе, за производство тех ароматов, которые заказывали на фабрике в Руре до 1991 года. Поэтому к всем этим ароматам он имел некоторое отношение, в том числе и к кориандру. За мной кориандр был переиздан в 1993 году, но у меня версия, насколько я понимаю, уже новая. Поэтому есть вероятность, что она все-таки отличается от того винтажа, который был у меня в детстве. Но надо сказать, что буквально этой зимой я совершала набег очередной на парфюмерные магазинчики, и мне там предложили понюхать кориандра, когда выяснили, что меня интересует шипровая композиция, это шипровый аромат. Дали тоже понюхать крышечку, я услышала все тот же резкий запах горьких трав, кориандра, и решила, что это уж точно не мое. Но, слава Богу, он меня сотлал жадным человеком, и когда я увидела по распродаже, по бросовой цене пробники кориандра, я не удержалась. Но все-таки это классика, надо же как-то приобщиться, попытаться разносить на себе. Все-таки одно дело духи, другое дело спрей. Ну, духи, конечно, я имею в виду, что, может быть, это не концентрация была духи, этот маленький флакончик, может быть, это просто была мини-версия туалетной воды, потому что исходная концентрация, насколько я понимаю, туалетная вода все-таки у кориандра. Но так называю, в общем, как пахнущее вещество духами, по общим терминам. Ну, что ж, купила я этот пробник. Кстати, сейчас мы на него посмотрим. Выглядит он немножечко странно. Я вообще не знаю, как выглядят настоящие пробники кориандра. Может быть, это какой-то такой пустарный отливант, но он не похож на те отливанты, которые мне приходили раньше из этого магазина интернета. Ну, явно оформление фирменное. Все тот же малахит, очень красивого цвета, глянцевый картон. Снаружи в таком квадрате, который и на самих флаконах нанесен. Там обрамление из двух волатистых линий, концентрация водотуалетная, название самой воды кориандра. Ну, и дом Жан-Кутюрье, пари. Написано, что это образец не для продажи, но пробник с собой объемом 1,2 мл. На обратной стороне у нас тоже сам дом, название воды, адрес, состав химический. Есть код какой-то, но я его не пробивала. И изготовлен образец во Франции. Внутри же мы не видим вообще ничего лишнего. Ну, и не лишнего, собственно говоря. Просто глянцевый картон. И в нем находится вот такая вот пробирочка. Он не сильно плотный, между прочим. Вот такая пробирочка без каких-либо обозначений, без колпачка. Напоминаю, действительно, пробирки, которые продают для самодельного приготовления. От Леванта. Но в том магазине, которым я пользуюсь, другой формат этих пробирок. Поэтому не выясняла я происхождение этой композиции. Но я знаю, что там продают нормальное парфюмерию, нормальное качество. Поэтому, какого бы ни было происхождения вот эта пробирка сама по себе, я уверена, что туалетная вода там аутентична. Белая прозрачная пробирка немножечко затруднительно найти. Спрей, вот он здесь находится. Пружина такая мощная, металлическая. Пузырьки для туалетной воды абсолютно нормальный показатель. Мелкие, ну и время жизни для туалетной воды вполне адекватное. И распыление у нас с проблемами, да. Подтекает и крупными каплями брызгает. Поэтому есть у меня сомнения относительно того, насколько оригинален сам пробник. Это я на себя заберу остатки капель, которые здесь нависли, потому что уже очень хороший оказался этот аромат. Сегодня я переставила его из ароматов, которые мне не нравятся, в ароматы, которые я люблю. Перескочил через категорию просто приятных ароматов. Итак, что же собой представляет данная современная версия кориандра? Старт композиции. Это альдегиды, собственно, кориандры, флордоранды, бергамот и ангелик. Действительно, самое первое, что мы слышим, это звонкие ледяные альдегиды. Вместе с кориандром они сразу идут такие пряные. Затем разворачивается старт как бы каскадом, и переходы нот следуют друг за дружкой. Альдегиды с кориандром, затем идут флордорандж с бергамотом, цитрусовые нотки, а затем появляется горчинка. С одной стороны, это и ангелико нам дает такую горечь, и герань, которая у нас находится в сердце композиции. Надо сказать, что эффект, который я ощутила, нанеся аромат на волосы, я собралась с духом. Я помнила, что этот аромат не совсем тот, не стой категории, который мне нравится. Но это же шибр, мне захотелось ощутить, как же он будет в использовании полноценно. Поэтому я, скрипя сердце, набрызгала на себя. И вот то, что я услышала на себе, это был такой старт холодных альдегидов, пряностей и кисловатых цветов, что-то такое прохладное, с горчинкой. А затем у меня постепенно раскрылась роза. Дело в том, что сердце аромата представлено фиалкой, лилией, жасмином, розой, иланг-илангом, ирисом. Это очень стандартный букет для тех лет, 70-е и 80-е. И также нота герани. Сейчас ею практически пренебрегают практически все бренды. Но раньше ее использовали, и я считаю, это интересная нота, неизбитая в современной парфюмерии. Здесь герань слышна, но только на старте. Вот мину эту фазу горчинки, раскрылась на мне роза, и с ней вкупе раскрылись цибетин базы, пачули. И я получила аромат, который очень сильно напомнил мне запах парфюмерной воды Mad Madam бренда Julia Fezegan. Я рассказывала, это тоже шипр, это современный шипр, но там такое же сочетание розы, пачули и животных нот. Только в кориандре у нас цвет используется, а в джульетте Касториум. И ощущение такой жирной, насыщенной бордовой, мясистой розы, немножечко с таким навозным оттенком, но не в том плане, что пахнет вот чем-то таким животным, пахнет коровами, лошадьми, и это все на фоне большого количества насыщенного розового аромата. Для себя лично я открыла вот это сочетание розы, пачули и анималистика, как одно из самых чувственных сочетаний нот в парфюмерии. Мне очень нравится это сочетание, я была удивлена, услышав в кориандре такое же сочетание, с удовольствием проносила на себе этот аромат. Мух и ветивер, которые в базе заявлены, и мускус, я, нося на волосах композицию, не ощутила. Но мне стало интересно, как же поведет себя эта композиция при нанесении на кожу, поскольку я себе наметила приобретение Mad Madden на ближайшее будущее, но тут я задумалась, может быть, имеет смысл купить классический аромат, проверенный временем, кориандром, и решила протестировать уже на коже, потому что иногда бывают сюрпризы. И действительно, вот с кориандром сюрпризы имели место. Когда я нанесла его на кожу, опять же я услышала альдегиды с кориандром, опять же я услышала переход в цитрусовые нотки, исклящиеся, флор-доранж, бергамот, потом горечь трав, герань, очень красивая, узнаваемая, а потом композиция как бы померкла, словно бы вообще исчезли эти ноты, я услышала моноаромат фиалки, ну такой припыленной, чахленькой, неполнокровной фиалки, какой-то очень прибитой земли, и вдруг, совершенно для меня неожиданно, эта фиалка превращается в туалетное мыло, которым пользовались, опять же, 80-е годы, возможно, вы помните, бабушки, мамы, они использовали мыло, прокладывали слои постельного белья в шкафах, для того, чтобы сыростью не пахла, ну и как, иногда такое мыло могло еще и использоваться для отбудывания моли, моли, и вот этот запах настолько, настолько бинтажен, настолько я вспомнила это детство, эти шкафы с брусками мыла, просто невероятно, действительно, то самое мыло из времен моего глубокого детства. Среди этого мыла можно ощутить запах жасмина, который также представлен в композиции, все тоже герань, есть и ирис, но он в геране как бы дает горечь, его я бы не вычленила в отдельную ноту. Лилия, которая есть в композиции, она идет намеком, я бы сказала, что может быть это мыло с отдушкой лилии, либо это постельное белье, которое переложили туалетным мылом, а до этого постирали порошком с ароматизатором лилии, и туда же еще положили веточки жасмина, и вот такой вот своеобразный запах. Где-то 15 минут от меня пахнет, моя кожа пахнет вот этим мылом с жасмином и стиральным порошком. Ну, тут, видимо, и мускус уже имеет место, его проявление, которое я на волосах не слышала. Спустя полчаса, ну, через 15 минут, точнее, начинают появляться первые признаки розы, потом роза все набирает и набирает силу, ее поддерживают почули, через полчаса уже розы и почули начинают пытаться перекричать запах мыла, через час подтягивается цвета, наконец-то появляется вот этот вот красивый аккорд с анималистическими нюансами розовой, но такой громкости, которую я слышу на волосах, стойкости шлейфу от туалетной воды, и они просто для туалетной воды потрясающий шлейф, действительно ощутим, я сегодня слышала комплименты в адрес этих духов. Что еще? Стойкость на коже 6 часов, на волосах, ну, где-то около 9 часов продержался аромат. мыло и анималистические аккорды начинают бороться друг с другом за право существования, и в принципе 6 часов проходят в борьбе мыло против розы, почули и цвета. А через 6 часов уже мыло практически я не ощущаю, и начинают проступать ноты базы. Это как раз мох и ветер, и уже они борются с почули, розой и цветой. Опять же, за право, кто будет с них звучать в конце того, как композиция уже будет исчезать с кожи. Ну вот, на самом деле, победила дружба, никто из них на себя одеяло не перетянул, не могу сказать, что в конце остался запах мха на мне, и вообще я бы не сказала, что в современной версии его много. Конечно, он ощутим, но я его ощущаю преимущественно на коже уже в самом конце, когда аромат исчезает. А в основном, если на волосах, то такой характерный старт. Кстати говоря, у него нет ощущения, что это винтаж, не в старте композиции, не в основном раскрытие. Просто, да, он альдегидный, альдегидный, цветочный на старте, а потом вот эта прекрасная шипровая роза с почули и животными нотками. Ну, а на коже вот еще такой нюанс, как туалетное мыло, и я не единственный пользователь, который отмечает такое специфическое звучание этой композиции. Поэтому, скорее всего, его я предпочту для приобретения все-таки Mad Madden. Но не исключено, что какую-нибудь мини-версию кориандра я в коллекцию тоже постараюсь получить. И если это случится, то познакомлю вас еще и с тем форматом, который может пополнить мою парфюмерную коллекцию. Спасибо за внимание.